Доброе утро! С вами рубрика ЗОЖ и доктор Кузьмина. Все о здоровом и правильном образе жизни и о тех возможностях, которые дает нам природа. Пришло время сбора еще одной травы. Это растение обладает хорошим противовоспалительным действием. И потому так необходимо нам в осенне-весенний период борьбы с простудными заболеваниями. Это растение шалфей. Пензенским предприятием Парафарм выпускается шалфей-П, сделанный по технологии холодной обработки, который дополнительно сохраняет свойства шалфея, данные ему от природы, но разрушающиеся при заваривании. Шалфей эффективно уничтожает микробов, вызывающих кровоточивость десен, оказывает антисептическое и противовоспалительное, противомикробное, отхаркивающее действие, обладает вяжущими свойствами, применяется в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, ангины, ларингиты, фарингиты, воспалительных заболеваний полости рта, стоматиты, генгивиты, для уплотнения эпителиальной ткани, для снижения проницаемости клеточных мембран, стенок кровеносных сосудов и лимфатических узлов, содержит растительный антибиозик сальвин. Сальвин не только задерживает размножение золотистого стафилокока, но инактивирует его атоксин, подавляет его гемолитические и дерматонекротические свойства, имеет свойство подавления грибковой активности своими эфирными маслами, применяется для повышения секреторной активности желудочно-кишечного тракта, оказывает незначительное спазмолитическое действие. Шалфей-П обладает уникальной способностью разгонять туман в голове и придавать ясность мысли, что полезно при неразрешенных проблемах или при стоящем серьезном разговоре. Шалфей улучшает память за счет стимуляции кровообращения. На основании этого свойства рекомендуют шалфей школьникам для лучшего усвоения учебного материала. Шалфей – донат орфитоэстрогенов молодости, восполняет недостаток женских половых гормонов, эстрогенов. Вот такое необыкновенное творение природы. Имеет смысл относиться с большим уважением и любовью к каждой травинке и козявке этого чудесного мира. Лечение должно вести к выздоровлению, а не по жизненному приему лекарств. С вами была рубрика «ЗОЖ» и доктор Кузьмина. Здоровья вам и вашим близким. До встречи! Продолжение следует...